Гамора больше не вернется в киновселенную Марвел, тучи над Джонатаном Мейджорсом сгущаются, а Локи обошелся Кевину Файги в космическую сумму денег. Пока вы пересматривали цифровую версию через вселенные, в сети появилось неприличное количество новостей и даже трейлеров. Внезапно Марвел анонсировала второй сезон сериала «Я есть груд». Он будет состоять из пяти коротких эпизодов и как и первый не будет включать ни других Стражей Галактики, никого бы то ни было еще. Джеймс Ганн официально подтвердил, что этот мультсериал не является каноном, и его действия происходят в отдельной вселенной. Правда в трейлере, пусть и на секунду, появляется наблюдатель в дизайне из мультика «Что если». Но мы бы не стали придавать этому особого значения. Это скорее традиционная для нынешней Марвел отсылка ради отсылки. Так или иначе, напоминаем, что первый сезон был очень душевным и хорошим, и полчасика сериалу 6 сентября уделить точно стоит. Мы знаем, что помимо кино многие из вас любят игры. Команда Geek Movies не исключение, поэтому советуем вам обратить внимание на игру Hankai Star Rail от создателей нашумевшего Genshin Impact. Компания Hoyovers знает, как угодить самым требовательным геймерам. Это космическая фэнтези-РПГ, в которую можно играть на любом устройстве. Никогда не знаешь, когда получится погрузиться в игровой мир, а заняться тут есть чем. Мечтали покорить галактику? Исследуйте планеты в полуоткрытом мире. Нравится раскрывать секреты? Ищите сокровища и решайте головоломки. В игре больше 20 игровых персонажей со своим характером, отличная анимация и музыка. А новый пошаговый режим удобен в управлении. Ну как, ощутили масштаб? Такой подход уже принес свои плоды. Игру скачали более 80 миллионов раз по всему миру. Прямо сейчас грядет новое обновление. В нем подойдет к завершению основная сюжетная линия Лофу Сянь Джоу. Вас ждет финал с эпическим сюжетом, новые локации и множество событий. А еще появится эксклюзивный персонаж Кавка. Элегантная, загадочная и харизматичная антагонистка, у которой всегда есть план. Но пусть ее улыбка не обманывает вас, она настоящий убийца с катаной и пистолетами-пулеметами. Сверхспособность Кавки наносит электрический урон и накладывает статус шок. Согласитесь, звучит интересно. Первопроходцы уже сейчас могут загрузить обновления по ссылке в описании. Активируйте промокод для получения 50 единиц звездного нефрита. Примите участие в галактическом приключении в Хэнкай Стар Рейл. Почти сразу после второго сезона «Я есть груд» выйдет Локи с первой серии 6 октября. И с этим проектом связана курьезная новость. В сеть утекли цифры бюджета, который у второго сезона Локи составил 141 миллион 300 тысяч долларов. Если что, Доктора Стрэнджа в 16-м и Стражей Галактики в 2014-м сняли за меньшие деньги. А по трейлеру, каким бы крутым он ни был, не сказать, что Локи обещает такой же уровень графония и декораций. Особенно забавно видеть такой бюджет на фоне забастовок актеров, которые среди прочих студий именно Дисней выделяют как жадное логово зла. Александрия Рубалкаба, одна из исполнительниц ролей массовки в Ванда Вижн, рассказала журналу NPR, что после съемок в одной серии ее загнали в будку и сняли цифровую копию. Актриса говорит, что для этого потребовалось вытягивать руки, изображать разные эмоции и совершать типичные движения. А изюминка в том, что по контракту и текущему законодательству сделать что-либо в случае, если Дисней всунет цифровой образ актрисы в другой фильм актер не может. То есть, фактически, Мышиный дом может заплатить актеру за один съемочный день и использовать его цифрового двойника до конца жизни. На этом фоне еще непонятнее, на что ушли 200 миллионов бюджета, секретного вторжения и куда уйдут 140 для Локи. Если у вас есть идеи, ждем их в комментариях. Смешнее ситуацию делает то, что художники по спецэффектам тоже обвиняют Дисней в ужасных условиях и низких ставках оплаты. Мышиный дом, к слову, тоже не отмалчивается. 8 августа стало известно, что Дисней создал специальную команду для работы с ИИ. Задачей элитного подразделения, куда набрали 11 специалистов на бешеную ставку, станут поиски путей снижения затрат. Переводя на русский, пока актеры бастуют против использования ИИ, Дисней, несмотря на забастовку, использование ИИ расширяет. Чем все это закончится, одному богу известно. Но точно можно сказать, что улучшением качества проекта в студии пока и не пахнет. Этот аромат пытается уловить Sony, от которой пришли первые данные по Веному 3. Стало известно, что Чеветель Эджиофорс играет роль главного злодея в фильме. Также инсайдеры говорят, что этим злодеем будет генерал Орвел Тейлор. Наши ранние предположения потихоньку подтверждаются. И похоже, что Sony впервые засунет во франшизу Тома Харди злодея не симбиота. Ибо Орвел обычный военный, который разработал хитрый план, чтобы победить Венома. Началось все с того, что симбиот убил его сына во время побега из тюрьмы. Не специально, просто так уж вышло. Да и вообще, речь о сюжете комиксов «Смертельный защитник», где Веном больше показан в роли антигероя, нежели злодея. Этот комикс обожает Том Харди и активно его экранизирует. Поэтому в сливы журналистов в целом охотно верится. Ну а Орвел Тейлор в итоге собрал группу солдат, вооружил их технологиями Тони Старка, назвал жюри и пустил на охоту за Веномом. Причем охоту умную сразу во всех смыслах. Во-первых, группа использовала суперсовременные технологии, сенсоры, датчики и броню. А во-вторых, по задумке убить Венома вообще должен был «Человек-паук». Для этого жюри сначала поймала Петра Паркера и устроила над ним публичный суд, где Паучку припомнили все грехи, включая появление самого Венома. И под этим соусом хотели принудительно взять его в команду, чтобы тот помог победить симбиота. Если вам интересен ролик о подробном сюжете, дайте знать в комментах. Сейчас нам интересны два момента – технологии Тони Старка и «Человек-паук». Они играли в комиксе ключевые роли и, само собой, можно помечтать о крутом сюжете. Правда, мечты эти разобьются, если вспомнить вторую часть, где сюжеты о Карнаже спокойно экранизировали без Человека-паука. Да и франшиза Венома, в принципе, малобюджетная и не замахивается на эпик уровня «Нет пути домой». Так что с 99-процентной вероятностью вряд ли в Веноме 3 состоится масштабный кроссовер. Можно разве что надеяться, что обычно третьи части самые эпичные, и, быть может, Sony так и решит выделить Веному хороший бюджет. По крайней мере, связь с Паучком Тома Холланда у фильма однозначно будет. На фото со съемок видно Тома Харди в той же одежде, в которой он был в концовке «Нет пути домой». Худо-бедно историю продолжат там, где бросили. Но хотелось бы, конечно, чего-то большего. Хотя бы потому, что новая дата выхода Венома 3 в октябре 24-го пересекается с другим кинокомиксом. Это Джокер 2 Хуакина Феникса, который выйдет 4 октября следующего года. Решение Sony поместить Венома на один месяц к Джокеру, собравшему миллиард, смотрится так себе. Фильм может повторить судьбу Тома Круза, который выпустил невыполнимую миссию 7 перед Барби Геймером. Единственное, что способно этому помешать, это масштабный кроссовер с Человеком-пауком, эпичная рекламная кампания и хороший сюжет. В выполнении этих условий мы, мягко говоря, сомневаемся. Поэтому поговорим лучше о Джеймсе Ганне. В честь цифрового релиза «Стражей Галактики 3» режиссер дал пару важных комментариев о фильме. Первый связан с Гаморой, которая, по словам Ганны, не присоединится к стражам, что бы с ними не планировали сделать в будущем. Режиссер заявил, что девушка теперь опустошитель. И между строк намекнул, что это, скорее всего, финал ее истории в киновселенной. У Ганны, конечно, больше нет права голоса в выборе дальнейших сюжетов. Но вообще, даже со стороны Марвел возвращать Гамору было бы глупо. Ее сюжетная арка с Питером Квиллом закончена. Звездного Лорда лучше сажать на Китти Прайд или какой-нибудь капитаном Марвел, чтобы начать новую главу в его жизни. Так что, как и в случае с Драксом, скорее всего, «Стражи Галактики 3» были крайним фильмом Зои Салданы в киновселенной. Вторая деталь о фильме еще важнее. Благодаря Disney Plus стало известно хронологическое положение «Стражей 3». Действия фильма, согласно официальному таймлайну, разворачиваются после квантомании и до событий секретного вторжения. Это безумно важно, ведь в конце фильма Питер Квилл переехал на Землю. И получается, в прямом эфире по телевизору видел, как президент США объявляет войну всем инопланетянам. Питеру, как человеку, у которого буквально все до единого лучшие друзья и инопланетяне, эта идея понравится ну так себе. Что в теории можно как-то развернуть в будущих проектах. Третья деталь – окончательное решение вопроса Грута. Джеймс Ганн долго танцевал в «Опросе родства» версии сиквелов и того Грута, что погиб в начале. Долгое время доминирующей была теория о генетической копии, которую корректнее называть сыном. Но в комментариях цифровому релизу Ганн отмел первую часть. «Гены Грутов не факт, что совпадают, и тот, которого мы видели во второй и третьей части – это полноценный сын оригинального Грута. Отсюда и другой внешний вид, а также некоторые новые способности». Этот вопрос теперь точно закрыт. Именно эту фразу хотел бы услышать Джонатан Мейджорс на судебном заседании 3 августа. Но не срослось. По словам очевидцев, исполнитель роли Канга пришел в суд с Библией в одной руке и ноутбуком в другой. Однако его адвокат Прия Чадри попросила жюри перенести заседание на месяц из-за новых обстоятельств и улик, которые предлагает обвинение. Речь о том, что к делу вроде бы подключились и другие девушки, а показания той, которую Мейджорс изначально вроде как бил, в третий раз магически поменялись. Теперь час икс для Мейджорса настанет 6 сентября. Защита актера держится молодцом и заявляет, что на заседании вообще в итоге могут вынести вердикт не актеру, а его подруге. Во что, вспоминая Санта-Барбару, Джонни Деппа и Эмбер Хёрд, в принципе-то охотно верится. Но в отличие от той ситуации, с этой что-то определенно не то. Депп, когда у него были железобетонные улики, сливал их в сеть через друзей, адвокатов и якобы случайные утечки. Это мгновенно создало ему позитивный образ в народе, который понял, что к чему. Мейджорс утверждает, что у него на руках все видео, показания свидетелей и чуть ли не подписанный лично Иисусом Христом сертификат невиновности. Однако в сети до сих пор ничего нет. Хотя слабо верится, что актер не понимает рисков своей репутации. Марвел, правда, продолжает держаться за его Канга, не планируя откладывать второй сезон Локи. Но есть мнение, что это лишь потому, что очередные пересъемки навредят и так ставший ходячим мемом Марвел. Мы можем стать свидетелями забавной ситуевины, когда Джонатана Мейджорса 6 сентября признают виновным. А 6 октября Кевину Файги нужно выпускать Локи с ним в главной роли. В общем, на этом фронте без перемен. За ними стоит идти на фронт кастинга Фантастической четверки. Вроде бы недавно мы отмечали кастинг Марго Робби и Адама Драйвера на роли, как все перевернулось и в новостях мелькают имена Ванессы Кирби, Джека Куэйда и Джозефа Квинна. Достоверно известно лишь то, что Джек Куэйд самолично опроверг слухи об участии в фильме. Звезду пацанов мы в нем, скорее всего, не увидим. А вот Ванесса Кирби, по данным даже комик-бук, находится не то что в шорт-листе, но вообще на этапе подписания контракта. Этому вроде как мешают только текущие забастовки. Также потихоньку подтверждается информация о том, что Марвел хочет перевести в киновселенную Галактуса. После Целестиалов в Вечных это логичный ход. Правда, вот после десятка ужасных сценариев в исполнении Марвел видеть слитого злодея с таким потенциалом не хочется. На Reddit вовсю предлагают Галактусу вообще съесть основную Землю киновселенной и устроить полную перезагрузку в новом таймлайне. Согласны ли вы с такой идеей? Дайте знать в комментариях. А у нас пока все. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!